Ну что ж ребятки, я всех приветствую, в этом ролике мы будем продолжать нашу рублику, будем качать максимальный скилл текстиста, вроде бы прошлый ролик вам понравился, поэтому я записываю следующую часть. Ну а я вам напоминаю то, что я играю на проекте Амазинг РП, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же для того, чтобы у вас была денежка в начале игры, не забывайте вводить мой промокод, промокод Палканов, за него получите 300 тысяч рублей, его можно вводить на любом серваке до 5 уровня, поэтому вводите, пользуйтесь и получайте свои деньги. Я вам в свою очередь могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Ну и конечно же не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, давайте постараемся в этом ролике набрать 150 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж ребятки, как я и сказал, мы сегодня будем работать на новом автомобиле, потому что кататься по сторонам 5, ну это будет неинтересно, хочется попробовать как больше можно машин, тем более мы качаем скилл, я думаю это особо нам не помешает. Посмотрим какая машина лучше для работы, какая хуже и какую можно машину купить за минимальный прайс и на ней работать. Именно сегодня я куплю такой автомобиль, то есть я куплю самый дешевый автомобиль, затюню его, поставлю все самое необходимое и мы на нем будем работать. То есть, чтобы вы понимали, я выбрал самый дешевый автомобиль по скорости, который может только быть. То есть я выбрал самую дешевую, самую просто неликвидную мне кажется машину, на которой я думаю никто никогда не будет работать в такси, а мы сегодня это попробуем. Но для того, чтобы нам приобрести машину, нам нужно купить квартиру, потому что у меня как бы нету слотов, они не работают. Ну что ж ребятки, вот тот самый автосалон, где я буду покупать автомобиль. Мой выбор пал из-за того, что здесь как бы машины дешевые, то есть я сейчас куплю самый дешевый автомобиль, который только может быть вообще в принципе, ну такой адекватный с нормальной скоростью. Да ребятки, возможно я дурачок, что я собрался работать на вот этом автомобиле, то есть 80 тысяч рублей стоит данный автомобиль, на котором я сегодня планирую работать как бы, да. И чтобы вы понимали, эта тачка, знаете, такая дрифтовая, вот видите, она бочком едет просто. То есть мы будем как бы и такси катать, и наваливать боком, тем более рулится она очень неплохо, то есть можно там лево-право давать вообще спокойно. То есть в плане именно дрифта эта тачка реально подходит, она видите еще такая на расширение, то есть у нее губа стоит, у нее стоит какой-то каркас, то есть ну блять, максимально необычная машина. Чтобы этот автомобиль не был такой скучный, мы сейчас поедем, просто затюним ее, я вроде бы слышал то, что на нее можно винил поставить, и я не ошибался пацаны, это шо за ракета, посмотрите на нее просто. Не, я думаю надо ставить, то есть винил стоит 7 тысяч рублей, хочется какие-то диски, знаете, с полочкой такие взять, аккуратненькие, вот допустим даже вот эти можно взять. Вот это просто стилечек, как она теперь выглядит, чип ебать, 175 тысяч, сигнализация, я думаю нам не нужна, антирадар тоже не нужен, потому что сейчас ночь как бы, и светофоры там, радары не работают. Поставим тонировку, лабаж, ну и соответственно задний тонер тоже нужно поставить, 5%, ну максимал как я говорил 200 километров, то есть 202 километра в час. На большой скорости она рулится в принципе адекватно, то есть вот лево-право я ей даю, но на маленькой скорости она начинает дрифтить, мне внешне я думаю прям пушка, внешне прям реально пушка, и я на нее потратил около где-то 1 миллиона, даже скорее всего больше, да, где-то 1.3 я потратил, но пацаны ничего страшного, думаю, как бы тачка прикольная, потом можно будет ее либо разыграть на стриме там, либо еще что-то с ней сделать, нормальная тачка, бодряковая. Так, я думаю в Яндекс устроится, не знаю, хотел поехать в Упер, но в Упер, мне там не нравится шашка, понимаете, убираем пункт, начать таксовать, все, наша шашечка появилась, и мы здесь еще можем, по идее, заправиться. Ну что, ребятки, полетели, как говорится, начинаем работу, я не знаю, какую бы тачку рассчитывали увидеть во второй серии, как бы, этой рубрики, я вам напомню то, что, как бы, я качаю максимальный скилл таксиста, я решил это записывать, потому что без записи, либо без стрима, мне этим заниматься лень, поэтому вам это, вроде бы, рубрика понравилась, вы набрали 150 лайков, более-менее нормальных просмотров, поэтому я специально для вас записываю данное видео. Возможно, вам данный автомобиль не понравится, которым будем работать, просто это такой эксперимент, как бы, просто, ребятки, это некий эксперимент, как бы, да, автомобиль вообще у меня максимально ужасный для работы, я уже на нем два раза врезался просто, да, на маленькой скорости она такая дрифтовая, но она для этого сделана, то есть она сделана для дрифта. Мы тоже можем попробовать, в принципе, видите, она бачком вообще заходит легко, понимаете, то есть для дрифта, если к ней привыкнуть, она прям дрифтит, дай боже, просто, ей только дай, понимаете, ей только дай под сраку, чтобы подрифтить. Да, ребята, я извиняюсь, что я записываю ночью, то есть первую серию этой рубрики я записывал утром, сейчас я записываю ночью, как бы, я за это, если что, извиняюсь. Вот это я, придурок, я метку не взял просто, блядь, мне аж туда ехать, ёпт твою дивизию, вот это я, придурок, прикиньте, я метку просто не взял, просто поехал, как бы, запиздился немножко, понимаете. Не, на этой тачке работать интересно, потому что у меня ее никогда не было, то есть я знал то, что такой автомобиль есть, я знал то, что он дрифтовый, но лично у меня такого автомобиля, как бы, не было. Пока что, по первым впечатлениям, если к ней реально привыкнуть, то для такси она идеально подходит. То есть, если у вас особо нету денег, там, у вас, условно, там, 300 тысяч, и вы хотите дешевую машину, которая, там, хорошо ускоряется, более-менее рулится, то это ваш вариант, реально. Конечно, может быть, что-то можно купить лучше. Данный автомобиль можно не закрывать, пацаны. Если вы будете работать такси, лучше не покупайте сигнализацию, потому что, когда вы будете заведеть автомобиль, у вас, получается, транспорт будет закрываться автоматически. Поэтому, если вы работаете такси, лучше не ставьте сигнализацию, потому что она вам будет мешать. То есть, машину вы можете не закрывать, потому что система не даст другому игроку сесть за руль вашего автомобиля. Для того, чтобы вы постоянно не нажимали кнопочку открытия автомобиля, вы можете просто не ставить сигнализацию, чтобы она не закрывалась. А кто-то, если заходит, что у вас ее украсть, он этого сделать не сможет, потому что стоит, как бы, специальная система, которая не даст, как бы, сесть другому игроку в ваш замечательный автомобиль. Поэтому, в этом плане можете не переживать. Тем временем, я уже везу второй заказ. В принципе, меня все устраивает. Да, просто надо привыкнуть, как бы, понимаете, с М5 пересесть на Ладу, на Ладу, которая едет 200, а когда у тебя М5 едет 200, блядь, 200, да, блядь, 200, нахуй. 326 у меня едет, М5 на третьем чипе, тем более, там у меня есть нитро, музыка, то есть, есть все, что нужно, понимаете. Когда ты пересаживаешься на автомобиль подобного класса, то, конечно, да, печально. Мажоры, блядь, тут таксист, блядь, летит, нахуй, что? Катаются тут на своих Ламборгини, там, Феррали, или что там у них. Вон, таксист, блядь, полетел просто. Бачком в поворот залетаем. Да ты что? Ой-ой-ой-ой-ой. Не, на ней, ребятки, работать просто весело. Но ремок, я вижу, на нее потрачу довольно-таки немало, потому что она какая-то бесчинная. Просто такой зимний дрифт-корч, реально лютый просто, который едет боком, который едет 200. Этот автомобиль, когда создавали, его сделали по дрифту, по-любому. Потому что она реально просто так классно рулится. Никакие там чайзеры, никакие Mark II не будут так рулиться, как эта машина. Просто бачком залетаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Развернуло. Да, пацаны, к ней надо привыкать. Но, в принципе, если так поработать, если у вас нет, знаете, особо денег, но вы хотите поработать. Вот, допустим, вы там новичок, пришли на червак, прошли квесты, там, ввели промокодик. У вас есть, допустим, там, 500 тысяч, и вы хотите купить автомобиль недорогой, но чтобы на нем можно было работать такси. То вот этот вариант, в принципе, вам подойдет, я думаю. Ну, согласитесь, то что, ну, по факту, я не особо такой медленный, знаете. Потому что, да, М5, она намного быстрее, там, максималка ебанутая, разгон хороший тоже. Но на ней, как бы, тоже можно разложиться, там, не всегда можно в поворот залететь, поэтому, я думаю, плюс-минус, разница небольшая. Я заебался ремки только использовать, а так, в целом, машина прикольная. Аккуратно так, и медленно-медленно крадемся, крадемся к нашей метке. Вы нашли, куда метку запихать, реально? А че так далеко? На заработок мы, ребята, не смотрим, если что. Потому что, я сюда пришел не за заработком. Как я и сказал, я просто хочу качать максимальный скилл. Да, я понимаю то, что я здесь работать, по факту, не буду. После того, как качаю скилл. И качать, как бы, скилл вообще нет смысла, потому что, у меня, как бы, 24 скилл. И между 24, допустим, и максимальным, разницы нету, ребята. Вот, давайте я вам покажу скилл, потому что, я в начале ролика забыл об этом сказать. То есть, вот, у меня 24 скилл, ну, точнее, стаж работы в таксиста. Мне нужно вкачать 50, потому что 50 это максимальный скилл. Короче, че я хотел сказать. Надо к этому вопросу подойти более ответственно, более серьезно. Потому что, я дальнокатал, катал. И катаю. Поэтому, надо переходить на такси, быстренько, просто, там, за недельку качать 50 скилл. И можно потом переходить плавненько на рыбалочку, либо дальше качать далее. Потому что, ну, реально хочется вкачать нормальные скиллы. Возможно, в будущем такси, как бы, пофиксят, сделают больше заработок. И у меня будет уже максимальный скилл. И я потом с кайфом могу здесь поработать. И, допустим, вам показать заработок. Тем более, все равно, иногда хочется просто покататься. И при этом, можно просто пойти в такси. И потихонечку зарабатывать деньги. Те же самые, там, 300-400 тысяч за час. Тапочку в пол. Вот видите, я вот пизжу-пизжу, отвлекаюсь. И потом забываю брать заказы. А так делать не нужно, пацаны. Тем более, внешним видом она реально ебет. То есть, ну, посмотрите просто на этот шедевр. Блядь, диски просто вписались охуенно, я считаю. Винил тоже симпатичный. Было бы, конечно, неплохо, если бы их было несколько. Но так, в целом, тачка выглядит очень бодро, пацаны. Дуже-дуже бодро. И она подходит для работы. Таксишку катать, как нехуй делать. Блядь, чё я такой долбоёб? Я обратно заказ не взял. Зачем? А, подожди, я взял заказ. Боже мой. Я ещё сильнее дебил. Я просто думал, что я не взял. Всё, пацаны, извиняюсь, как бы ночь. Сами понимаете. Мазаки немножко неправильно работают. Поэтому, бывают тупняки. Не, пацаны, здесь по-любому шестнарик стоит. Потому что она ебашит. Дай просто боже. Давайте вот так чисто сейчас по прямой. Разгонём. Вот так максималочку чисто затестим. Вот просто чекайте, как она с нуля разгоняется до максималки. Вот просто смотрите. Так, опа, сотка. Опа, 200. Всё. То есть максималку она разгоняет очень быстро. Главное просто не вилять, как бы, при разгоне. И всё будет хорошо. Но если вы будете вилять, то, конечно, да. Могут быть неприятные ситуации. Я полный бочонок залём. Бесплатно, как бы. Почему бы и нет. 62 литра мне, пожалуйста, оформите. Всё. Заправочка пошла. Сейчас мы бесплатно получим топливо. И поедем дальше работать. Ну что ж, ребятки. Вот уже прошло несколько часов, как я работал. Заработал не особо много. Если посмотреть статистику, то я заработал 300 тысяч рублей. На себя. И 50 тысяч, получается, на такси. Что у нас по скиллам. По скиллам я тоже не особо продвинулся. Я сделал примерно 20 заказов. Может быть, плюс-минус. Просто, как вы знаете, здесь очень необычно работает скилл. То есть, там надо плюс один заказ, чтобы засчиталось. Либо привезти два коротких. Поэтому, сколько я сделал заказов, я, честно, сам не знаю. Но я думаю, всё-таки больше, чем 20. На самом деле, поработал я очень даже неплохо. Но реально покатал полтора часа. Возможно, даже больше. Катал, катал там и так далее. Но особо материала для вас не записал. Там были какие-то моменты. Там дрифтил туда-сюда. Жила-была. Но ничего такого прям интересного не было. Поэтому, за то, что серия была такая ненасыщенная, недлинная, я извиняюсь. Но постараюсь исправиться со следующей серией. Мы попробуем уже качать два скилла за серию. Возьмем какой-то уже быстрый, лютый автомобиль. Имбовый. И уже покажем мастер-класс, так сказать. Поработаем прямо от души. Я, в свою очередь, ребятки, надеюсь на вашу поддержку. Реально. Поддержите эту рубрику. Поддержите эту серию. Вроде бы, как вам понравилось. Давайте закрепим результат. Если вы на этом ролике наберете 150 лайков, я пойму, то, что подобное стоит снимать. И мне не нужно сдаваться. Идти до конца. И качать максимальный скилл таксиста. Потом уже рыбалку. И добить дальнобойщики. Поэтому, все зависит только от вашей активности. По поводу автомобиля. Могу сказать. То, что если у вас реально нету денег. И вы хотите дешево и сердито как бы поработать. То данный автомобиль вам очень подойдет. Я к нему привык. Реально покатался. Едет как бы не особо быстро. 200 километров. Но за эти деньги, ребята, вы ничего лучше не найдете. Ну, а на этом я буду заканчивать, ребятки. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Конечно же, подписывайтесь на канал. Все ссылочки в описании. Поэтому, заходите, смотрите. И начинайте играть вместе со мной. Ну, и, конечно же, не забывайте вводить промокод. Потому, что за него вы получите 300 тысяч рублей. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.